На госуслугах можно оформить полис обязательного медицинского страхования себе или ребенку за один день. Полис будет в телефоне, его можно предъявить по требованию или посмотреть номер. Если понадобится, можно скачать. На портале государственных услуг можно получить полис впервые, изменить регион страхования или страховую компанию, приостановить или возобновить действия полиса для военнослужащих по контракту и приравненных к ним, посмотреть и поменять прикрепление к поликлинике. Информирует телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. В Самарской области семьям с детьми предоставляется 38 мер поддержки, в том числе в рамках национального проекта «Демография». Это различные выплаты, пособия, компенсации, материнские капиталы, семейная ипотека, льготы на проезд и питание детей, льготы при оплате ЖКУ. Количество мер поддержки многодетных семей в России будет увеличиваться, чтобы большая семья стала нормой для страны. Какие льготы действуют и как их оформить смотрите в телеграм-канале Советского района. Материнский капитал является самой популярной и известной программой национального проекта «Демография». Женщины могут получить средства на первенца, родившегося или усыновленного, с 1 января 2020 года и позже, а также на второго ребенка, появившегося на свет или усыновленного с 1 января 2007 года. Мужчина также имеет право получить сертификат на маткапитал, если он единственный родитель или усыновитель приемного ребенка. Сертификат на материнский капитал выдается по факту рождения ребенка. В случае, если в личном кабинете на портале госуслуги его нет, надо обратиться в социальный фонд России, напоминает телеграм-канал промышленного района. С сентября для школьников Самарской области заработают новые точки роста в рамках национального проекта образования. Еще больше школьников смогут изучать физику, химию и биологию, готовиться к экзаменам и к участию в научных конкурсах в обновленных кабинетах, оснащенных современным оборудованием. Всего с 2019 года в регионе открыта 261 точка роста. В них занимаются более 82 тысяч детей. В этом году в школах Самарской области появится еще 67 точек роста естественно-научной и технологической направленностей, сообщает телеграм-канал Красноглинского района. Субтитры создавал DimaTorzok